Привет, мои дорогие любимые, с вами снова Элина, и сегодня я решила сменить локацию и поговорить с вами на тему отношений, потому что мы этого давно не делали. Я надеюсь, я не очень тихо говорю, потому что у меня спит племянник в соседней комнате. Вот, сегодня я хотела поговорить с вами на тему минусы несерьезных или свободных отношений. Почему я решила поговорить на эту тему? Потому что у меня не так давно вышло видео про хоккеиста и про мои несерьезные свободные отношения, которые были когда-то. И были отклики некоторые, да. И одна девушка, например, сказала мне, что, блин, прикольно, я подумала, что мне тоже надо такие отношения завести. Я говорю, блин, я не с этой целью записала, чтобы всех сподавливать на несерьезные отношения, потому что, наоборот, не нужно это делать, там много, в принципе, есть минусов. Вот, и, наверное, именно это меня тогда еще подвергло тому, что я подумала, надо знать такое видео. И сейчас я про это вспомнила. Вот, собственно, вообще говоря, видя по своим девочкам каким-то, да, подружкам, знакомым по своей собственной жизни, я поняла, что, конечно, минусов очень много. Потому что есть плюсы, конечно, но их не очень много, мне кажется, больше не нужно. Давайте, короче, их обсудим сегодня и пишите в комментариях, что думаете вы. И пишите свои минусы, если я что-то не назову. И, опять же, я выражаю сугубо свое мнение. Итак, минус номер один — это то, что женщина, как правило, да, опять же, есть исключение, она привязывается. Мужчина, если он изначально говорит, что я хочу несерьезных отношений, он, как правило, ведет эту игру до конца, да, не говоря про исключение, опять же. Женщина тоже обманывает, как правило, тебя или не обманывает, но, как правило, короче, она влюбляется. Со временем она привыкает, она физически, вот это вот феромоны, гормоны и прочее, она начинает к мужчине привыкать и хочется писать ему какие-то приятные вещи. Короче, опять же, по историям девчонок, по своим собственным, я знаю, что даже если ты говоришь, да, ну, это просто для здоровья, это просто, ну, просто мне хочется романтики там, хоть какой-то там, как сказать, хоть какая-то интрига в жизни и все такое. Потом я начинаю слышать примерно одно и то же, что хочется что-то доброе там сказать ему, как-то назвать, ты начинаешь его там ревновать, говорить, не общайся с той, там, а кто это, блин, или еще что-то. Короче, у тебя все равно появляются уже вот эти первые звоночки, что ты хочешь большего, и все равно мы женщины, мы такие существа в большинстве своем, мы привязываемся, если не сразу, то постепенно, довольно быстро, короче, вот. Вот, то мужчина, как правило, женщины многие, да, это, опять же, обман такой, что, типа, я его привяжу к себе, он ко мне привыкнет и захочет большего. Если изначально мужчина не хочет большего с вами, если он не хочет с вами отношений, не хочет на вас жениться, почему он должен резко поменять свое мнение? Такое, опять же, бывает, но это, опять же, скорее исключение из правил, чем типичные ситуации. Поэтому мужчина, как правило, вот как он ничего не хотел, так и не хотел, он изначально вас воспринимает как временный какой-то вариант, пока он не найдет кого-то для серьезных отношений. Поэтому, как правило, да, мне кажется, там, не знаю, 90% случаев мужчина остается. Даже если он, при своем мнении, даже если он становится к вам ближе и привыкает к вам и все такое, все равно он вас уже воспринимает как какой-то этот временный несерьезный вариант. Еще минус, вы начинаете запариваться То есть, это все начинается Так, да, ну, прикольно Типа, знаете, там даже после первых, может, каких-то встреч Вот такая, да, вообще Такая, как в фильмах показывает Такая тёлочка, такая, там, всё прикольно Вы начинаете со временем всё равно Запариваться, хотя недавно смотрели мою девушку Одну знакомую, она говорит, что у меня нет Такой запары, но, опять же, это только на её словах По факту я тоже не знаю, конечно Или, может быть, есть девушки Которые могут спать, например, с теми мужчинами Которые мне вообще не нравятся, но Я не знаю Короче, всё равно Вы начинаете запариваться, стрессовать Переживать, нервничать Это всё для нас не очень полезно Конечно же, вы теряете Своё время драгоценное Особенно, если вы уже Там не 16, 17, 18, там 21-летняя девушка, понятно, но в любом случае Да, в любом возрасте мы теряем своё время Потому что Время бесценно Оно уходит И в тот момент, когда вы могли делать что-то для будущего Для своего Вы делаете то, что Да, вас развлекает Может быть, вам доставит какое-то довольствие Может быть, какая-то эйфория Там, позитив или ещё что-то Но, тем не менее Как правило, это потеря времени Вы у него будете, скорее всего, не одна Может быть, конечно, что вы одна И он там такой, ему там некогда Или, я не знаю, он ищет постоянную партнёршу Но, как правило, такие мужчины, которые ищут свободные отношения Мне кажется, очень многих из них Девушек может быть несколько Или, ну, по настроению То есть, может быть, вы постоянно Иногда какие-то ещё люди случаются Да, девушки, как правило, наверное Вот Или, может быть, он вообще женат Что тоже ничего хорошего Ещё и карму себе испортите Что вы какой-то женщине на дорогу переходите Короче Вы будете не одна Вы будете находить какие-то подтверждения этому При этом вы не можете ничего прикатать Потому что у вас свободное отношение Вы не имеете, в принципе, право что-то прикатывать Потому что вы изначально договорились Вот Вы тоже можете, собственно, быть, конечно, не одна Да, если для вас это плюс Но Мне кажется, многим женщинам Как раз-таки это был один из тоже минусов Что им потом уже и не надо особо никого Потому что у них есть этот один мужчина Им не хочется никого искать Но это был другой пункт Короче, вы будете не одна Вы можете находить какие-то Ногти розовые у него в постели Блядского цвета и так далее Поэтому это вас тоже будет всё дополнительно напрягать Ну, как, мне кажется, любую нормальную женщину напрягает Если она не одна Это очень тяжелает самооценку Потому что вы начинаете всё равно Вот как бы, вы знаете Так как вода точит камень, да Такое банальное выражение Но, тем не менее, вам кажется, что нет Я в себе уверена Я красотка Это мой, собственно, выбор Ля-ля-ля Всё равно самооценку Это медленно Вашу подкашу Пусть по чуть-чуть Потихонечку Медленно Смотря сколько это всё, конечно, ещё длится Но всё равно самооценка падает Потому что вы понимаете, что Мужчина этот с вами не хочет Настоящих серьёзных отношений Не хочет от вас детей, кстати Что часто бывает Когда мужчина говорит Там, предохраняйся Выпей какую-нибудь там Утреннюю таблетку Или ещё что-то Вы понимаете, что Он от вас детей не хочет Он не хочет на вас жениться И, в принципе, что вы не можете найти Мужчину для отношений Поэтому вы находитесь В хоть какой-то вариант Это всё очень самооценку, конечно Роняет, мне так кажется Также вы начинаете чувствовать себя Использованной Потому что отчасти Ну так и есть Конечно, опять же Женщина себе находит оправдание Это я его использую Я тоже его использую Я тоже участвую в этом процессе Но по факту Вы понимаете, что Ощущение использованности есть Тем более Часто такие мужчины Они ведут себя Соответственно так Чтобы это всячески Он даёт нам всячески это понять Даже не вербально Даже не специально Всё равно Это ощущение Остаётся Это отсутствие заботы Мужчины Как правило Конечно, бывает разной степени Близости в этих отношениях Но Как правило Мужчина особо не заботится У меня тоже такие были Какие-то поклонники Которые Когда действительно Нужна была какая-то помощь Даже в том числе Была угроза Моему здоровью И так далее Мужчина мог просто И Сказать Ну я не могу Там сейчас Знаешь Ну Блин Ну плохо Хреновая ситуация Что поделать Но при этом Никак Твои вопросы Не решались Что конечно Тоже Блин Кто мне там Названивает Конечно Это очень плохо Потому что Всем нам нужна Забота Всем нам нужно Чтобы нас Обнимали По ночам Не только После этого дела А просто Потому что Была какая-то Человеческая близость Секс-душ Это называется Вот Просто Обнять родного человека Это конечно Ничего не заменит Когда есть Какой-то Вот такой временный вариант Когда есть забота Но в хорошее время Кто за вас Порадится В хорошее время Погрустит С вами В плохое время Кто не просто Погрустит Кто будет делать Действия Которые Ну все Говорят Действия Говорят обо всем Поэтому человек Действительно Вам поможет В трудной ситуации Там какой-то Поможет И так далее Далеко Не каждый Ежер Это будет Делать Как правило Скорее Он это не будет Делать Ну я уже сказала Про нежелательную беременность Будете вдвойне Опасаться Потому что В случае чего Конечно Придется Скорее всего Или избавляться От этого ребенка Или он будет Всячески заставлять Что-то делать Чтобы не забеременеть Это тоже Все очень неприятно Это очень неприятное Состояние Когда мужчина Не хочет От вас ребенка Особенно Когда вы уже Вот в любом возрасте Я понимаю Для меня это Очень неприятно И наоборот Если человек Хочет от вас детей Или даже Если вы Как-то там Непонятно Общаетесь Но при этом Есть какой-то риск И он говорит Блин Ну если Забеременеешь Будем Рожать Что делать Это все равно Как-то По-человечески Приятно Типа знаете Поэтому Да И когда мужчина Конечно Не хочет От вас детей Открыта ситуация Или еще Когда женщина Специально пытается Забеременеть От человека Которому Она не нужна И потом Может остаться Одна Короче Дайте ситуация Как правило Тоже не работает Или он с вами Даже будет Но это будет Так чистая Какая-то фигня Опять неудачные Отношения Нелюбовь Ничего Тоже ничего хорошего Потом женщина Начинает искать Какие-то признаки Влюбленности Часто Это тоже бывает Типа что Вот в этот раз Он меня поцеловал Вот как будто Он действительно Уже что-то ко мне почувствовал То есть не так И не только Там во время этого дела А ну При встрече Вот то есть Я прям почувствовала Он как-то стал Вот по-другому Там какой-то Он мне там Какое-то название Там придумал Милое Да Или он там Меня погладил Как-то нежно Его взгляд Стал более нежным Вы знаете Вот это вот Начинает признаки Искать Я в том числе Так делала Это как правило Фигня Да Может быть у вас Более близкие Становятся отношения Привыкаете к друг другу Как любые люди Становятся друг другу Ближе Теплее Да Тимоли Есть какой-то там Телесный контакт Все такое Но это не значит Что человек Вас полюбил Он хочет отношений Как правило Опять же Вы будете думать Что возможно Так оно К тому идет Ну как я тоже По-моему уже Скользко говорила Вы можете пропустить Кого-то достойного Потому что часто Женщины слепы Влюблены Да И так далее Даже если это Односторонние И они не хотят Никого искать Они говорят Многие Да-да-да Надо-надо Они могут даже Ходить там На свидания Какие-то Типа там Или что-то Пытаться там Как-то на сайте Что-то По факту Они Глаза у них зажорены Что они хотят Быть с этим мужчиной И они часто пропускают Хорошие тоже Возможно Варианты Или просто Пропускают их Потому что Не хотят Ни с кем Больше общаться И Хорошие шансы На хороших мужчин Они не видят Их тупо Не видят Или пропускают Ради вот этого Потом позже Когда получается Что ничего Понятное дело Что он так И захотел Серьезных отношений Они думают Какая была дура Почему я тогда Не сошлась Вот с этим Надежным Классным Симпатичным Чуваком Который Хотел отношений Хотел семью Детей И так далее Почему я Потратила годы Вообще На этого Какого-то Непонятного Чувака Который Отношений С вами Вообще Никаких Не хотел Понимаете Что стремно Что девушки Очень многие Тратят на это Годы Вот это Вообще Конечно Конечно Стоит поговорить О таких вещах Как ЗПП Поскольку Как правило Такие мужчины Опять же Могут Иметь Много Девушек Они могут Также Приносить Букеты Но не те Которые бы Хотелось Чтобы они Приносили Или Приносить Разные Букеты В том числе Нежелательно Поэтому Ну понятно Не буду Раскогорствовать Об этом Это Конечно Всегда Сакс Это Конечно Бывает У всех Всегда Тем более С какими-то Новыми Отношениями И так Далее Но Тем не менее Я конечно Сижу Как-то Как обычно Знаете Искала Рок Я тороплюсь На самом деле Поэтому Как обычно Вот Короче Вы все Сами знаете Про Заболевания Наверное Поэтому Не буду Рассказывать Детали Ну еще Один Пункт Конечно Думаю Что их Больше Но Все Что я Вчера Ночью Вспомнила То Что Да Ваши Планы Могут Не совпадать То Что Вы все Равно Можете Пытаться Вывести Его Куда-то В свет Познакомиться Там Друзьями Или Что-то Такое Может Захотеться Большего Что-то Там Вместе Придумать Да Он Опять Жит Ну Какие Планы Мы же С тобой Только Вот Это Дело Давай Приезжай Ко мне Или Я К тебе И Может Вообще Быть Полное Отсутствие Каких Либо Ухаживаний То есть Ладно Когда Какие-то Есть Любовники Которые Для вас Это Делают Могут Помогать Материально Что-то Вам Дарить Снимать Квартиру Как Некоторые Девушки Хотя Блин Живут Это Как Правильно Какие-то Жнатики Ну Или Достаточно Количества Таких Мужчин Они Вообще Ничего Не Хотят Делать Не Хотят Ухаживать Не Хотят Дарить Цветы Не Дарят Тебе Радость Возможно Даже Они Тебе Не Особо Тебе Хотят Удовлетворять Так Чисто Для Себя Что-то Там Знаете Делают И Собственно Уезжают И Конечно Противно Когда Есть Люди Которые Просто Приезжают К тебе И Через 15 30 Минут Час Уезжают Даже Не Готовы С тобой Ночевать Вот Это Самое Неприятное Такое Для Девушек Ну Как бы Конкретно Знаете Такое Чувство Использования Хотя У меня Такого Даже Не Знаю Ну В моих Отношениях С хоккеистом Такого Не было Но Тем Не Я знаю Что У некоторых Такое Бывает Это Конечно Тоже Очень Все Мерзко Неприятно Когда Муд с вами Как бы Ему Это Мерзко Типа Он Сделал Своё Дело И Пошёл Дальше Это Тоже Конечно Женщина Мне кажется Очень Унижает Короче Рассказала Пункты Какие Вспомнила На Скидку Вчера На ночь Глядя Как Тоже Три Раза Сказала Вот Вот Сидела бы Так Почему Я так Не Сидела Почему Я сижу Так Разговариваю Я не знаю Что Переснять Что Люблю Видео Короче Короче Вот Пишите Что Думаете Вы Как Видите Минусов Много И Это Только То Что Я Вспомнила А Есть Еще Другие Минусы Так Что Пишите Если Еще Какие Придут Вашу Голову Минусы Пишите Про Ваш Опыт Про Ваш Опыт В Несерьезных Отношения Возможно У вас Есть Опыт Когда Они Переходили В Оценили Это Было Возвременно А Мы С Вами Увидимся В Следующем Видео Не Забывайте Ставить Лайки Подписываться Смотрите Через VPN Шлите Донаты Любите Комментируйте Вот И до Следующего Видео Короче Сылу Обнимаю Пока Люблю